Ребята, всем привет! Меня зовут Руслан, мы на канале Батя в деле. Сегодня у нас 29 марта и сегодня забастовка железнодорожным водителям партнеров Яндекс.Такси против самого агрегатора, против Яндекс.Такси. У меня был уже в предыдущем ролике обзор на то, что происходит здесь в городе. Здесь отменили все доплаты возможные и 15 минут времени можно потратить на заказ и получить с него 55-60 рублей. Кому интересно все об этой стоимости, можете посмотреть предыдущий ролик, в нем будет все понятно. Я поддержу ребят, я тоже негодую, мне не нравится то, что здесь происходит, во что превратили район. Теперь это не такси, а какая-то маршрутка и стоимость проезда по городу, она даже не окупает все затраты на эту поездку. То есть бензин, машина, можно сказать, что водитель сам доплачивает за то, чтобы клиент ехал с ним. Сейчас я приеду на эту встречу, пообщаюсь там с ребятами, посмотрим, что там происходит, сколько собралось машин. И некоторые водители, которые захотят сказать слово, они сами расскажут о том, что происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Евгений, я работаю в городе Железнодорожном. И у нас Яндекс отменил доплаты. Доплаты раньше, раньше бонусы были 7 до 9, получается. Яндекс доплачивал каждый заказ до 350 рублей. Вот, а ситуация такая, что он экспериментировал, постепенно снял бонусы, вот, убрал бонусы. И остались одни доплаты у нас до 130 рублей. В ближайшие, наверное, недели 2-3 назад Яндекс взял и отменил, получается, эти даже доплаты. Теперь чистый, получается, у нас заказ приходит. Стоимость примерно 79 рублей, получается. Вот, и такая ситуация, что мы едем от 3 до 5 минут до клиента, получается. Вот, средняя подача у нас стала 4 километра. И мы едем до клиента, там, допустим, ну, 5 минут. Вот, и поездка еще составляет с клиентом 7-10 минут, допустим. Вот, и за это мы получаем сейчас 79 рублей. Вот, и это стало очень невыгодно, получается. Вот, и еще дело, когда терпимо, когда ты на своей машине. А если ты на аренде, то ты вообще чуть ли не в минус там работаешь. Ты должен там 50 заказов сделать в день, вот, чтобы что-то хотя бы заработать. Вот, хотелось бы, чтобы Яндекс увидел это и вернул нам доплаты. Вот, и если Яндекс не вернет нам доплаты, будем просто вот собираться вот так бастовать. Сегодня на парковке, я не знаю, около 70, наверное, машин. Ну, собралось, вот. Вот, получается, когда есть доплата до 130 рублей, Яндекс примерно берет от 15 до 17 процентов комиссию. Вот, 79 рублей заказ Яндекс берет повышенную комиссию, 19 процентов берет с этого заказа. Получается, доплат нету, а комиссия гораздо выше стала. И только еще 79 рублей, и после вычета комиссии... Вот, 61 рубль осталось. 61 рубль. 61 рубль. Стоит маршрут до 3 человека садятся, если в машину, то это, поскольку не едут, получается, по 20 рублей. Я возле до 3 человека, по 20 рублей, да, вот, 20 рублей. Это гораздо, гораздо дешевле, чем маршрут. Просто, блядь, издевательность. Получается, доплаты убрал, комиссию поднял просто. Ну, что это за бред? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хочу обратить внимание в Яндекс, то, что мы работали раньше с минималками по городу железнодорожному, и ничего не обламывались, все хорошо, катались, зарабатывали денег, сейчас убрали минималки. То есть поездка 80, 89 рублей, остается 60 рублей. То есть смысла работы по городу железнодорожного не было, нету вернее. Ну, то есть детские тарифы, например, с бустером считаются, с обычным бустером от 6 до 12 лет, как иногда дешевле обычного эконома бывает. Хотя бы как-то в эту устаканить именно с, как бы с детским креслом приблизительно одно и то же по цене, чтобы было, чтобы детский тариф никак не отличался бустер и детское кресло. Какая разница, ребенка перевожу. Детский тариф, это, ну, все-таки ответственность берешь за ребенка и везешь его. И вот как, например, сделать, как сети-мобилл, например, пассажиры могут отменять поездки, а мы, если отменяем, то обязательно с активностью, чтобы в потере идет активность, минус 16 или пропускаем заказ под минус 6. Почему, если пассажир заказывает и хочет отменить поездку, пускай он отменяет, но нам активность, пускай, плюс 1 балл приходит. И если дальняя поездка, то плюс 2 балла. Как вот сети-мобилл вот то же самое делает. Они, да, именно... То есть активность за отмену заказа пассажирам возвращают к водителю. Там плюс 1, или если дальняя поездка была, то плюс 2. То есть и чтобы вернули минималки, ну, хотя бы по городу железнодорожном минимум сделали 150, ну, я не знаю, там, в ночные часы или там часы пик, как вот в Балашихе, сделали 200. Потому что смысла без доплаты работать по городу железки, потому что, ну, это вообще просто нереально. Просто все собираются и уезжают отсюда. Здесь теперь работать просто невозможно, особенно если есть зеленые заказы. Ставший, 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 Ставший. Вы поставьте машину, чтобы они там были. Да, 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 сейчас сделаем. Они такие, бля, если они работают, то никого не будет. Время указано, минуты ожидания указаны, минимальная поездка указана. А по карточке мы везем пассажира еще меньше наполовину. Как? Всем привет, меня зовут Фердаус. У меня лично такое предложение к Яндексу. По такой цене я не согласен вообще катать людей по 70, по 80 рублей. У меня есть карбюраторная девятка. Вот к вам лично предложение. У меня есть карбюраторная девятка. Давай я подключу его, подключите мне его. Я буду на ней кататься чисто по 70, по 80, по вашей цены. Еще там комиссия ваша 18-19 рублей. Я готов на девятке катать. Потому что если что-то там сломается, это все сам могу починить. На этой машине, если честно сказать, не особо по карману ездят по этой цене. Здравствуйте. Водители, коллеги, пассажиры, все, кто меня видит, слышит. Я в данный момент водитель города железнодорожного. Ну, микрорайона, город Балашки. Водитель такси. Нас не устраивает, что у нас забрали доплаты, которые нам доплачивал Яндекс. Яндекс понизил нам цены, сделал далекие подачи. У нас подача в 3-4 километра, это ближняя. У нас нету доплат за этого. У нас дорожает все. У нас дорожает бензин, дорожает амортизация автомобиля. У всех аренда одинаковая, но цены Яндекса все падают ниже и ниже. Большая просьба к Яндексу. Пожалуйста, верните нам доплаты. Или сделайте стоимость заказов больше. Если вы боитесь, что сделаете цену дороже для клиента, не будет ездить, я вам так скажу. Человек, если захочет, он поедет. И если это будут смотреть обычные пассажиры, имейте уважение к водителям такси. Вы заказываете автомобиль, чтобы вас довезли. Вы не заказываете свою личную машину. Вы просите аукс, вы просите музыку, вы просите покурить в машине. Вы просите много. Вы не знаете, сколько человек за рулем сидит, чтобы прокормить свою семью. У нас маршрутки по городу железнодорожного стоят дороже, чем такси вызвать по городу. Пожалуйста, имейте уважение, верните нам, пожалуйста, наши деньги. И самое главное, в Яндексе есть такая система Яндекс+. Самая большая просьба. Вот вы делаете скидку для пассажира. Почему эта скидка идет за счет водителя? Почему я должен делать скидку пассажиру за то, что он едет, если вы ему предоставляете? Если уже на то пошло, что вы делаете в данный момент скидку из нашего кармана, тогда будьте добры каждому водителю с Яндекса+. Плюс отплачивайте 10%, сколько там тратит пассажир на ваши услуги. Мы должны зарабатывать деньги, нам надо кормить семью. Я прекрасно понимаю, у вас там деньги появились. 10 лет назад Яндекс про вас никто не знал. Если бы не мы, вот водители, в каждом городе есть такие водители. Если бы не мы, вас бы не было. Это мы вам приносим прибыль. Просто вбейте себе в голову, вот сегодня есть, завтра, неделя, через полгода. Соберется народ через полгода, все водители такси. И представьте, они в один день просто отключатся. Я не говорю, что там клиенты уйдут в другое место. Да, может кто-то будет ездить на электричке, на метро, на другом каком-то такси. Или купит свой автомобиль. Просто имейте уважение. Вы не понимаете массово, водители возьмут, отключатся и просто не будут с вами сотрудничать. У вас упадет деньги. У меня есть знакомый, который занимается ремонтом. Я так скажу. У него был заказ. Он делал офис Яндекса. Там приходил менеджер старший за этот офис. Они делали большой офис для Яндекса. Он каждое утро приходил. Он утром вставал. Он говорит, мне не нравится этот цвет, переделывайте. Я вам так скажу. Я видел счета, сколько было вложено денег в этот офис маленький. Эти деньги приносим мы вам. Так что имейте к нам уважение. Верните нам, пожалуйста, доплаты, как в городе Балашихе. Мы тоже Балашиха. Во всех городах есть доплата, а у нас нету. Поднимите цены. А то, серьезно, это не уважение. И самое главное. Я сейчас не рекламирую, не говорю про другие агрегаты. Я скажу так. В других агрегаторах, которые катаются по Москве, по области, везде. Почему, когда они клеят автомобиль, свой клеят автомобиль, да, они доплачивают агрегатор водителям за то, что они возят их рекламу. Почему мы должны клеить вашу рекламу за наш счет? Большая такая просьба. Либо откройте свои центры и клейте водителей бесплатно в свою рекламу, либо доплачивайте водителям. Вот и все, в месяц какую-то определенную стоимость. Доплачите, потому что мы катаем ваш бренд, мы из своего кармана клеим автомобили в вашу рекламу, и мы еще не получаем за это денег никаких доплат, а катаем пассажиров за копейки. Я думаю, все. Яндекс, говно. Водители не звонили водителям, отключили сразу водителям. Почему? Ты сначала звонил, блядь, твой компаньон, я не клею. Заказ по комфорту, 81 рубль. Ты звонил мне, скажи, бил такое или нет? Я тебе больше скажу. Тебе делают отмену, компенсация есть? Нет. Тебе далее дают поездку, ты еще 3 километра едешь, правильно? Приезжаешь туда, сажаешь пассажиры, едешь, у тебя 115 рублей, отняли процент 85 рублей. То есть ты проехал уже 12 километров, никакой компенсации, но 85 рублей. Извините, бензин 50 рублей, амортизация, а ты, короче, с голой жопой. Наеба, без ничего. Вот серьезно, народ, всем в кайф катать 70 рублей. Все, ебки, здесь. Вот серьезно, мужики, сколько стоит маршрутка по городу? 50 рублей. 50. Сколько стоит такси, блядь, по городу? 79 рублей. Сколько стоит ваш автомобиль? Миллион. У кого-то миллион, у кого-то 600, у кого-то 700. Кто-то вообще за полтора покупает. Вы, блядь, готовы катать на своих машинах за лям, сука, 79 рублей? Четыре. Четыре. Они еще при этом говорят, сука, что мне не хватает 4 рубля, блядь. У меня был случай на станции, блядь. Приезжаю, они вчетвером садятся на станции, собрались на шестую улицу. 84 рубля заказывали. Мне, говорит, 4 рубля не хватает. Я на нее поворачиваюсь, говорит, ты ебанутая. А главное, друг к другу они по полтиннику скинулись. Они друг к другу, четыре клиента, да? Они по полтиннику скинулись друг к другу. А мне дали 80. 80. У нас в микрорайоне там, да? В целом, мы увидели, что-то происходит. Это будет у нас продолжаться, пока все мы не добьемся какого-то ответа и какого-то решения со стороны Яндекс.Такси. Все, кто там собрались, все люди-работяги, они готовы работать, они готовы пахать с утра до вечера. У них у многих есть семьи, у многих есть обязанности, проблемы. И они их решают сами, своими силами. Но в данном случае большая неадекватность происходит со стороны Яндекс.Такси. То есть она, сам бренд здесь пытается погубить эту сферу и просто ее угробить полноценно. А водители с этим не согласны, поэтому они собираются и бойкотируют, и не работают. Тем более, да, там, в основном в часы пик. И либо просто собираются и уезжают вообще куда-то в Москву и не работают здесь по городу. Все, кто поддержали ребятам, всем большую благодарность. Это больше ста человек. Завтра мы собираемся в том же месте и снова будем продолжать наш вот такой некий бойкот. Сегодня, опять же, мы все подготовили ролики об этом с ребятами, у кого есть какие-то медиаресурсы свои. И будем распространять, будем пытаться получить какой-то ответ от СМИ. И надеяться на то, что СМИ также задаст еще прямой вопрос Яндекс.Такси. Пока все со стороны Яндекса отмалчиваются, не отвечают ни на какие отметки, ни на какие вопросы. Просто ушли в загаз в полный. Если этот ролик увидели клиенты такси, которые сегодня попали в какие-то проблемы, может быть, не было машины или была дорогая стоимость, тоже давайте этому огласку, давайте этому шуму. Мы больше, максимум привлечем к этому внимания и будем продолжать привлекать и бойкотировать этот бренд, пока не добьемся никакого решения от них. Если все же мы его не добьемся, найдем другие решения. То есть Яндекс.Такси – это не единственный бренд, который остался на этом рынке. В случае меня лично, я эти дни, минимум сейчас два дня, я работать не буду. Я не буду включать там агрегаторы Яндекс.Такси. В железнодорожном я кататься не буду. Я буду пользоваться другими решениями. Сейчас вечером, когда буду освобождаться, буду уезжать в Москву. У меня, благо, есть подключенных несколько агрегаторов. И буду стараться по максимуму отстаивать то, чему я сегодня дал огласку. Поэтому всем спасибо за просмотр. Удачи, всего хорошего, до свидания. Если что, подключайтесь завтра к нашему второму дню шествия возле метра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!